Среди детей, приехавших из Ленинграда, обращала на себя внимание стройная, высокая, черноглазая девочка, очень такая быстрая, ловкая. Это было бы такое. Во-первых, она единственная была по национальности казашка, а во-вторых, она обращала внимание на себя не тем, что она казашка, а вот тем, что она очень серьезная, не по-детски серьезная, не по-детски сосредоточенная на всем. Ведь она перенесла и голод, и холод, лишения, обстрелы, бомбежки. Один путь по этой ладоге, что стоил детям. И тем не менее, она, пожалуй, изо всех детей была мужественнее. Вот почему она так хорошо запомнилась. Она часто в разговорах, так в личной беседе, вспоминала Ленинград, вспоминала, как она его любила. И почему она именно осталась в Ленинграде, не поехала, не воспользовалась той возможностью эвакуироваться вместе со взрослыми, со своими родственниками. Рассказывает этот эпизод, и она жалеет, как будто это изранена она сама, рассказывая о ранах Ленинграда. Но что же породило в ней этот героизм, в такой хрупкой на вид девочке? Может быть, бурно развивающиеся события в довоенного времени она в себя впитывала так жадно. А может быть, как дочь героического казахского народа всосала с молоком матери в себя. Может быть, то и другое вместе взятое. Кто знает. КОНЕЦ Я решила пойти в военкомат, подать заявление добровольно на фронт, чтобы меня зачислили тоже с винтовкой в руках. Надя Матвеева, боевая подруга Алии, вспоминает о встрече с ней. И вот я впервые среди девушек-то увидала Алию. Ну, не русская была такая, маленькая, хрупкая, худенькая. Ну, я подошла к ней, вот она такая обиженно сидела, говорит, что вот мне отказали в просьбе меня зачислить, взять на фронт, потому что говорят, что мне лет мало, тогда в то время брать только с 18 лет. Вот так мы с ней разговаривались. Она все-таки, как-то, знаете, настойчиво и упорно добивалась своей целью, снова пошла к военкому, выпросилась. И вот меня, ее, еще группу девушек зачислены эти снафельские курсы. Дорогая Цапура, в настоящее время мы находимся в лагерях и сдаем зачеты. Но по окончанию учебы, видимо, не сразу поедем на фронт. Хотя мы все с нетерпением рвемся туда. Вот уже несколько дней, как приезжает новая смена со всех концов родины. Мне очень хочется, чтобы приехала хоть одна казахская девушка. Ведь в нашем наборе только я одна. Осмотрелись строй. И вот на левом фланге стояла совсем еще девочка, не выше ростом, не выше винтовки. Гвардии полковник Николай Матвеевич Уральский, бывший командир 54-й стрелковой бригады. И я спрашиваю, кто такая, снайпер Молдогулу отвечает. Посмотрел на Молдогулу, она мне маленькая показалась. Она мне еще меньше показалась. И я дал распоряжение отправить Молдогулу в медсенбат. И мы пошли командованию, не успели отойти, 5 метров, как Молдогулу переглядила мне дорогу. Смотрит на меня, я на нее. Справа с трое девушек. Улыбается. Уже знает, что это за характер. Она мне говорит, а я вот на фронт приехал, говорит, полковник, не картошку чистить, а бить фашистов. Ух ты, говорю, какая, а вот такая, говорит. Пишу в глубоком окопе. Вокруг много деревьев. У меня на голове каска, за поясом гранаты, в руке бинтовка. Находимся на переднем крае. С фашистами встречаешься лицом к лицу. Я думала, буду трусить, а сейчас этого за собой не замечаю. Почему? Пули летят рядом. Гранаты и снаряды взрываются близко. Но не страшно. Привыкла. Если бы увидела меня, то не поверила бы, что я стала такой, что даже наши солдаты удивляются. Фрицев не жалею. А вначале немного волновалась. Утром на линейке наш командир вызвал меня на три шага вперед. Он сказал, снайпер Алия Молдогулова за три дня убила 14 фашистов. За этот подвиг от имени командования ей объявляю благодарность. Потом перед всем строем он обнял меня и поцеловал, как сына. Я смутилась и покраснела. О, как хочется повидаться с вами и побывать в родном ауле. Ну, ничего. Придет этот час, мы будем праздновать вместе победу и возвращение на родину. Родная Сапура, с большой задержкой отвечаю на твое письмо. Она пришла, когда я была на охоте. Сегодня 2 январе 1944 года. В тылу радуется, веселятся, наверное. А вот мы находимся под открытым небом, на морозе. Метель, пурга. Кругом ни одного жилья, кроме нашей единственной землянки. Только что зашла сюда я на минутку, немного отогреться и вспомнила тебя. Пишу на коленях. Неудобно и к тому же темно. Ну, ладно. Хватит расстраивать тебя. Поздравляю с Новым годом. Желаю счастливо жить и здравствовать. И вот, находясь вместе, мы с ней договорились, что Лия, в случае гибели, тебя или меня, значит, мы должны все-таки написать родственникам, чтобы они знали. Ну и в жаркой сватке за деревню Казачиха вдруг вышел из строя командир роты. Лия, увидев такую обстановку, коротким перебежками пробежала, подняла свой весь рост и с криком «За мной вперед!» увлекла оставшийся солдат в атаку. Она первой ворвалась в деревню, завязался ожесточенный бой в траншее. Немцы не выдержали. Молдогулова одна вырвалась далеко вперед в немецкие траншеи. Из брендажа выскочил офицер. Фашист выстрелил, смертельно ранив девушку. Но отважная девушка нашла в себе силы и дала длинную очередь по офицеру. Со слезами на глазах я писала это письмо сразу же, буквально присела на корточке возле дерева и написала письмо о гибели Лиячки, ее сестре Собори. КОНЕЦ КОНЕЦ